сейчас мы с вами быстренько свяжем шар на куклу вот кукленок меряем объем головы и длину шапочки все как обычно мерки своих детей мы знаем выбираем рисунок для отделки я буду вязать мозаикой можно так можно с ограничением с таким черными разделителями можно выбирать абсолютно любой рисунок вот что в голову придет либо какие образцы у вас есть образцов тьма всевозможных наша задача пристроить остаточки пряжи и уложиться в размер несмотря на то что считаем что у нас ограниченное количество пряжи вот всякие всевозможные остатки все что остается и основа у меня основы много но предположим что ее мало то есть я не знаю сколько у меня предположим что основы совсем мало но я буду вязать черную основу и вяжем я знаю что у меня 92 так 1 2 3 4 5 92 петли 1 2 3 4 5 6 и делаю набор поскольку у нас неизвестно количество пряжи я не буду высчитывать можно конечно взять все померить пересчитать заняться этим но у нас быстрая шапка мы будем компенсировать недостаток пряжи величина длиной подгиба красивого цветного поэтому вязать будем с макушки то есть обычно мы вяжем снизу теперь мы будем взять сверху для того чтобы меня была ровная стяжка и мне не думать очень долго о том как мне все это стягивать как делать берем вспомогательную нить я знаю что так у меня 92 петли и теперь такой момент для того чтобы меня макушка не было очень не имел такого большого мешка мне нужно будет уменьшить количество петель на макушке это делать самый простой способ петли через одну поэтому убираю иголки через одну оптом все и делаю набор на оставшихся иглах те которые так сзади остаются на оставшихся иголках делаю быстрый набор я делаю объем не это больше всего нравится потому что через одну не получится быстрым набором проще вот так вот обвить всех это независимо от того какая у вас машинка так можно делать если у вас нити вот просто навешиваете грузики мне грузики не нужно у меня машинка держит вязание сама провяжу несколько рядочков те иголки которые поставил заднее положение так там и остаются я их не трогаю пока они остаются там еще какое-то время провязываю несколько рядов чтобы закрепить помогать мне 4 я провязала нечетное количество рядов для того чтобы меня с двух сторон остались висеть вот эти ниточки это нужно для того чтобы я к ним прикрепила катушку катушечную нить катушечная нить контрастного цвета у меня розовая чтобы она не рвалась чистый лапсан который не рвется ниточку по длине и оставляю провязываю один ряд и теперь эту катушечную нить отрезаю и привязываю хвостиком вспомогательной это делается для того чтобы у меня первые петли не растягивались и эта нитка не потерялась я привязала с этой стороны и привяжу сейчас с этой это такие небольшие секретики помогающие нам избежать достаточно серьезных проблем при вязании первого ряда нас петли зафиксированы они не растягиваются и ниточки не убегают очень удобный способ рекомендую его запомнить и теперь беру я буду вязать этой же черной потому что мне разделитель есть и вяжу мою шапку чем вижу столько сколько у меня хватает пряжи немножко оставлю на сшивание оставляю ниточку по длине потому что я этой же ниткой буду стягивать полотно поэтому нитку оставила по длине и провязываю один ряд на таких иглах через одну принципе чтобы стяжка была меньше я провяжу два ряда даже так навязываю узелок и ставлю все иглы обратно в рабочее положение так раз два три четыре пять шесть раз два три четыре пять здесь должно быть шесть все оставила 96 96 это для того чтобы у меня может был выдержан рисунок у меня даже несмотря на то что шапку будет очень быстро рисунок должен быть полноценный теперь ставим счетчик я знаю что вязать в принципе можно счетчика не ставить тоже потому что если шапка очень быстрая и и пряжи мало просто посмотрим количество сантиметров сколько сколько не хватает но я поскольку у меня шерсти хватает провяжу сейчас 30 рядов быстро быстро 30 и будем делать красивый подгиб нам придется потерпеть 30 все так провязали 30 рядов теперь мне нужен подгиб смотрим если у меня осталось пряжа можно оставить для того чтобы подгибе тоже участвовал вот этот цвет его можно использовать с окантовкой с контовкой черным не основа черная с окантовка черным если я не буду делать окантовку можно использовать черный виде какого-то цвета рисунка для того чтобы это было все-таки гармонично они было видно они было видно что у вас просто пряжи не хватило поэтому оставляем немножко нитки либо берем похожую нитку того похожего цвета чтобы уж что совсем чужеродно не было если есть возможность не экономить то вяжите вот так но поскольку у нас задача была уложиться в малое количество нитки то вяжем столько рядов сколько у нас хватило нитки смотрим сколько у нас не хватает до конца шапки мне не хватает 4 сантиметра я просто поскольку нитки у меня достаточно я просто посчитала что шляпа у меня 11 сантиметров здесь провязала 7 осталось 4 8 4 сантиметра нужно сделать подгиб я сделал с одной стороны простым с другой стороны таким вот с окантовкой и так все теперь начинаем делать подгиб как всегда первое и последнее иголки у нас работе участие не принимают это иглы краевые они идут на сшивание используя деккер один к пяти можно брать абсолютно любой деккер если вы будете вязать любые другие рисунки то там естественно используется линейки со своими мерками я использую такую и начинаю вывязывать поскольку у меня раппорт 5 игл причем так раз два три 4 5 вот каждая пятая иголка представляет собой иглу в раппорте 4 иглы работе 5 в заднем нерабочем положении поэтому каждую пятую иголку я убираю назад она вообще не будет на протяжении всего рисунка независимо от того с окантовкой или прямо прямо так я буду вязать принимать участие в работе не будет нам будет сзади стоять самое главное не перепутать и не поставить в работу иначе все будет сбито быстренько убираем все иголки можно так не делать но поскольку я выбрала такой рисунок то мне нужно это сделать времени это опять же много не занимает и пока ребенок делают уроки я ему быстро свяжу шапку из остатков вот вот всех остатков которые есть потому что не знаю как у вас у меня сын такой хулиганистый мальчишка и он постоянно теряет вещи потерянные шапки у нас это это нормально это у нас очень часто такое случается поэтому приходится периодически вязать и я не трачу ему время на то чтобы придумать придумать что-то вы думаете ли пойти покупать эту пряжу конечно в идеале вещь должна быть продуманной но если сию минуту надо то мы сейчас быстро выйдем из положения так убрали теперь начинаем взять рисунок берем линейку 1 5 и ставим переднее нерабочее положение игру что-то нити иглу поставила так раз два раз два три ладно берем линейку не ту линейку взяла извиняюсь заговорилась не тот рапорт сделала так мне нужно эту ставим четыре иглы ставим четыре иглы выходим из положения используем линейку наборной замечательная вещь для таких нестандартных рисунков самое то приобрести можно кстати у нас на сайте вот вот так теперь будет правильно быстро вышли из положения наборной линейки рекомендую иметь хозяйстве даже если их нет в комплекте машин потому что очень скорее травы так бы я каждый раз пальцем все это выдвигала наборная линейка меня спасла и беру цвет какой-нибудь каким я буду вывязывать рисунок вот первое что мне попалось зеленый хотя можно и желтый для того чтобы черный убираю чтоб он не мешался желтый для того чтобы ярко ограничить рисунок огранить его так и максимальное количество рядов которые проверки машинка как правило тяжело идут такие рисунки накиды машинки вяжут плохо многие поэтому смотрите сколько ваша машина выдержит накидов моего держит много поэтому вяжу 6 рядов так но поскольку у меня все время будут разные цвета желтый мне больше пока не нужен чтобы он не путался убираю беру зеленый но сначала меняю иголки эти ставлю в работу с другой стороны идут все вот так вот оптом двигаю кроме крайних крайние у нас вообще не участвуют работе краевые оптом все иголки по 6 рядов если я начала 6 рядов вязать значит я вижу 6 рядов всеми цветами иначе будет некрасиво так смотрю на очки раз два три четыре шесть пока мне она больше не нужна еще такой совет процессе вязания таких узоров бывают неприятности в виде спущенных петель бывает они теряются поэтому если у вас какая-то петелька улетела в процессе вязания ну оставьте ее спокойно не трогайте мы ее поднимем с лица когда будем снимем связание с машины тогда и поднимем вот такие вот рисунки поднимаются гораздо удобнее на столе они на машине поскольку у меня будет всего четыре рисунка я могу взять черный как мы говорили чтобы он был где-то где-то принимал участие в цвете не выдвинула иголки опять с этой стороны ну теперь так и выдвигаем справа слева справа слева ничего сложного рисунок элементарный но при этом вот так вот красиво необычно выглядит выдвинули взяли черный цвет и те же 6 рядов и теперь красный цвет для разнообразия потому что все уж больно мрачно получается такие цвета так всех выдвигаем два берем красный черный убираю чтобы не потолся красный прелесть этих рисунков в том что здесь действительно можно использовать все остатки какие у вас собираются выбросить жалко и деть некуда вот такие вот рисунки вполне можно пустить вот так 6 рядов 1 2 3 4 5 6 отлично больше не нужен и теперь буду вязать вторую часть с использованием прокладка с использованием черной нити между рисунками принцип тот же самый только чуть-чуть ну не сложнее скажем так немножко по другому берем черную ниточку и на всех иголках провязываем два ряда это такой ограничитель то что стоит сзади так и стоит не трогаю раз два так у меня был вот этот вот эта иголка теперь с другой стороны главное не перепутать смотреть внимательно чтобы в два раза одну и ту же иглу не не выдвинуть так все так и берем другой цвет у меня был желтый желтый мы продолжим те же 6 рядов 1 2 3 4 5 6 желтый больше не нужен совсем так ставим все иголочки в работу если у вас машинка сама ставит иглы в рабочее положение не забудьте отключить рычаги частичного вязания иначе вы вот эти накиды провязать не сможете все иголки просто будет ставить в работу чтобы не дергать рычаги постоянно можете вот так же как я линейкой просто подвинуть иголки ближе к основанию и они сами встанут в рабочее положение если вам не жалко то рычаги переключайте но я против постоянного включения и выключения этих рычагов потому что элементарно можно забыть об этом и придется переделывать наша задача переделки не входит никак два рядом раз два так у меня был этот это игла теперь следующая иголка ставим все в рабочую берем следующий цвет зеленый зеленый еще какие то остаточки есть мы их используем 6 рядов зеленый шесть зеленый больше не нужен вот у меня тоже стало это все работу сейчас мы исправляем ошибку если у вас случайно провязалась просто распустили поставили вот так вот назад все справится как исправлять такие вещи берете тот ряд какой который у вас провязался петлю петлю основы не черная петелька распускаете весь ряд у вас будет полноценный фанк в этом месте самое главное петлю основы не забудьте исправить исправить потому что у меня иглы встали в работу и провязались все вместе это неправильно исправляем все тут же походу сделаем так поскольку у нас вещь быстрая поэтому и делаем ее вот так вот очень быстро раз два три все а еще красненький не 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 еще разик красным провяжем еще не все два ряда и что у нас стояли эти иголки ставим еще раз повторю что если вам непонятно как как я делаю вот этот вот этот рисунок рапорт может быть абсолютно любым в данном случае это вообще не важно я просто показываю варианты варианты как это можно делать и шесть рядов раз два три четыре пять шесть красный больше не нужно эти все огрызочки уходят в работу очень хорошо и на всех иголках повязываем черным два рядом раз два итак подгиб у нас с вами смотрите связан только он с лицевой стороны наша задача подгиб оформить как я могу это сделать чтобы не снимать с машинки чтобы все это делать быстро вот этот первый ряд вот он дорожка ее прекрасно видно я могу вот эту дорожку просто надеть на иглы машины и оптом закрыть собственно вот это я сейчас и сделаю это самый простой способ какой только есть самый простой быстрые эти иголки с заднего положения ставлю рабочие для того чтобы у меня весь игольный ряд был так и будет на глазах это больше не нужно открываю языки и петельный ряд надеваю на иглы декером иголочкой как вам удобно быстро быстро это делаю у нас то что мы желтеньким провязали очень хорошо разделитель такой отлично видно конечно удобнее использовать более светлую пряжу я все время прошу когда мастер группа у меня идет образцы вязать на светлой пряжи потому что когда присылают темные образцы на них вообще ничего не видно темные фотографии темный рисунок вот что-то навязано вообще непонятно что но в данном случае использовала темную пряжу только потому что из нее получается отличная окантовочка для разных цветов не обязательно черный это вообще не обязательно вот любые цвета более того черные шапки в принципе не люблю но в данном случае видите использовала только для того чтобы использовать черный цвет как разделитель ярких цветов как разделитель сейчас мы просто элементарно закрываем это косичкой никаких придумок ничего не буду городить косичка кстати в данном случае сама будет являться отделкой на самом деле на самом деле если бы мы вязали снизу вверх традиционным способом я бы просто надела петли на иголки открытые и поехали наверх вязать смысл был именно в том что я не знаю сколько пряжи мне нужно сколько она не останется еще раз повторю если пряжи осталось мало смотрим сколько мы провязали сколько не хватает и вот сколько не хватает вяжем всевозможными огрызками вот эти вот фанги вот для чего это делается только ради этого чтобы пристроить остатки долго не мучиться с вязанием шапки и в то же время сделать красиво и оригинально это как раз и есть ну не скажу что уровень мастерства но такая вот предприимчивость скажем вязальная потому что если вы не умеете вязать не представляете как вообще с машинкой общаться для такого еще и додуматься надо вот кажется проще руками чем страдать так на самом деле видите буквально 20 минут и достаточно оригинальная шапка у вас готова ребенок может закончить там делать уроки идти гулять спокойно в этой шапке если он пришел из школы с голой головой быстро быстро без особых расчетов без особых усилий кстати по поводу расчетов если вы вяжете ребенку шапки а я думаю что если у вас есть машинка и ребенок то вы эти шапки вяжете по любому я всегда говорю что расчет мы не выбрасываем мы всегда храним все расчеты у вас есть посчитанные шапки вот и воспользуйтесь этими расчетами тем более что как правило используется пряжа одинаковая то есть у вас машинка любит какую-то пряжу какой-то особой толщины у вас есть какие-то особые цвета которыми вы обычно вяжете вот эти огрызки у вас и остаются поэтому вы вполне можете воспользоваться расчетами старых шапок зная сколько петель рядов вам нужно провязать даже даже вот считать ничего не нужно вот просто зная сколько рядов столько петель вы просто сразу все это надеваете на машинку и быстро быстро вяжете вот все очень просто мастер-группа для того и нужна чтобы не думать долго чтобы вы имели представление о возможностях своих возможностях и возможностях вашей машины не надо нигде выискивать виды этих шапочек вот все все собственно ваша шапка практически готова останется ее только шить сейчас моя задача это все закрыть элементарной косичкой закрываю косичка и идет как отделка здесь с этой стороны так с этой берем крючок и просто закрываю кстати видите у меня машинка даже не привязана она вяжет такие сложные достаточно рисунки не привязана потому что я ее регулярно смазываю за ней ухаживаю чего и вам очень рекомендую ухаживайте за машинкой используйте ту пряжу которая ей по силам тогда она не будет у вас перенапрягаться а значит будет долго вам служить потому что любые машинки могут работать долго и с удовольствием если за ними ухаживать и использовать использовать натяжение нити регулировать постоянно натяжение нити следить за ним следить за состоянием смазки она всегда должна быть и подбирать ту пряжу которая подходит только вашей машинке не смотрите что кто-то там что-то вязал на чем-то у вас свои машины каждая машина индивидуальные особенности имеет вот разобрались с этими особенностями и пользуйтесь теми возможностями которые есть у вашей машинки тогда она будет служить долго и с удовольствием потому что если вы будете пользоваться чужими советами потому что у кого-то так значит и вам так надо ну никакой гарантии что машинка прослужит долго и радостно она будет перенапрягаться она будет постоянно рвать эту нить это ни к чему подстраивайтесь вы под машину а не она под вас тогда никаких проблем ни с машинкой ни с вязанием у вас не будет будет одно удовольствие так осталось только все это закрыть и сшить шапку все мы ее связали шапка у нас получается двухсторонняя ее можно носить с лица и с изнанки я сделала специально два разных варианта подгиба сейчас мы с вами на них посмотрим кстати можно так не делать можно делать подгиб каким-то одним вариантом все это не не имеет такого значения у нас сейчас просто такой показательный пример это все просто и когда вы вяжете такие вот рисунки не надо не надо искать что-то сложное вам смотрите можете любой рисунок подработать и переработать под свое количество петель под свои нужды потому что очень многие убиваются там в поисках каких-то необычных рисунков необычных обычных тут просят какую-то ерунду никак не могут сделать сами там выискивают на самом деле немножко разобравшись с рапортом вы сможете сами создавать рисунки ничего сложного в этом нет рисунки создавать рисунки это очень простая техника то есть вы всегда можете создать рисунок под своей надобностью вот у меня было 90 петель и 2 краевых я создала рапорт на 5 петель для того чтобы ничего не делить и у меня не оставались никакие хвосты потому что хуже нет когда шапочка связана красиво спереди а сзади у нее весь рисунок сбит потому что не хватило петель для рапорта это недопустимо это уже брак это уже некрасиво эффект должен быть такой что шапка бесшовная во первых нужно хорошо сшивать уметь поэтому мы учим в нашей мастер-группе во вторых нужно уметь подбирать рисунки поэтому опять же я учу когда мы провязываем какие-то изделия которые будут опять же у меня рассмотрены в мастер-группе в этом году мы поменяли принцип и в каждые все изделия которые у нас идут на продажу будут включены в уроки мастер-группы поэтому очень рекомендую их тем кто будет учиться конечно изучить там я даю очень много интересных советов как раз по вот такой компоновке изделия как подбирать рисунок и как располагать его может быть в сами уроки это и не входит потому что невозможно объектно но когда мы провязываем конкретно изделие я очень подробно на этих вещах останавливаюсь особенно когда вещь идет уже с каким-то узором потому что мы должны его расположить очень правильно чтобы в изделии выглядело так как будто оно вообще не имеет швов так ну собственно за разговорами мы закрыли шапочку машинка больше не нужна убираем ее и смотрим что у нас получается так вот наша шапка вот вот ее одна сторона вот ее вторая сторона и обе стороны достаточно нарядные в данном здесь у меня идет изнанка но такая вот отделочная косичка здесь у меня идет лицо косички никакой нет вот таким вот способом это все оформило если бы я вязала снизу вверх косички не было бы никакой но на самом деле изнаночная сторона ничуть не хуже чем лицевая теперь моя задача эту шапочку сшить беру нить для сшивания углу где-то у меня там основание вот удеваю нить в иголку так беру катушечную продеваю катушечную ниточку в уголку сюда же вставляю в петлю полученную вставляю верстяную протягиваю нитку где-то очень удобно и помните у нас там были открытые петли я эти открытые петли сейчас надеваю просто прошиваю 1 2 3 вот так вот главное не перепутать и не со стороны вспомогательной нити а со стороны вязания можно конечно все это подпарить у меня просто сейчас нет на это нет на это время времени так дешево мы поймали как раз открытые петли здесь просто огромные потому что они шли через иглу их отлично видно и когда мы все это стянем они не дадут огромного мешка потому что петель будет в два раза меньше чем в самом изделии это очень интересный способ такой для вязания таких вот быстрых шапочек есть способы сложные когда там красота невероятная это шапка быстрая как мы уже с вами говорили иначе бы ее вот так вот я бы не показывала осталось чуть-чуть все продели теперь вот стяжка теперь я могу спокойно убирать вспомогательную нить и и зашивать затягивать это все не забывайте ее убирать а то можно вот так вот все затянуть вместе с этой ниткой и будет мешок а мы всеми силами стараемся избежать мешка видите отлично нитку убрали вспомогательная нить вся оторвалась и теперь я могу спокойно затянуть макушку она будет достаточно аккуратно выглядеть именно за счет того что у нее петель на макушке гораздо меньше чем в самом изделии вот складываем все лицом к лицу но тут такой момент выбираем где у нас лицо это лицо или это лицо я вам показала просто два варианта на самом деле так делать не обязательно если вы вяжете двустороннюю шапку конечно со швом надо быть очень осторожно аккуратно потому что он будет виден но поскольку у нас определили что лицо это лицо а изнанка это изнанка я просто показала два варианта вот и просто обязательно закалываем булавками и сшиваем сшиваем сшивать я буду сейчас иглой чтобы ускорить процесс на самом деле сшиваем все тем способом к которому привыкли я обычно сшиваю косичкой потому что она гораздо аккуратнее мне сейчас просто некогда я хочу быстренько закончить моя задача просто показать ему как это все не сложно когда понимаете что вы делаете и умеете это делать так провязываем первый обязательно за петельный столбик за целый петельный столбик прошиваем не экономите поэтому у нас всегда есть две краевые петли ими мы и сшиваем две краевые петли и поехали сшивать за две краевые петли так раз два две две еще раз потянули сейчас я возьму все таки крючок потому что крючком это все выглядит гораздо аккуратнее чем иголкой и сшиваем главное натягивать шов у меня есть целый урок по сшиванию очень очень полезный урок потому что там рассказано как принцип сшивания как сшить так чтобы изделие выглядело идеально потому что шов это не менее важно чем само вязание вязать у нас машинка а сшиваем мы сами поэтому от того как у нас отработано сшивание зависит вид нашего изделия вяжем 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 натягивать надо изо всех сил потому что я уже там рассказываю что куда я сшиваю то я натягиваю вязание сшивание во все стороны во все стороны моя задача сейчас просто вам быстренько шить потому что уже много времени ушло ну вы понимаете много времени это для мастер-класса много может быть времени а на вязание шапочки времени совсем немного все в сравнении познается так урок по сшиванию в данном случае я сейчас рассказывать повторять его не буду я сшиваю как есть в уроке по сшиванию у меня очень подробно рассмотрено как сшивать как раз подгибы для того чтобы они выглядели идеально потому что сшивать подгиб вот как я сейчас это сделаю не рекомендуется категорично просто потому что у вас вот этот шов будет очень толстый и некрасивый он будет торчать мы сшиваем так чтобы никаких швов не было чтобы подгибчик был идеально красивым смотрите урок и учитесь как это делается в данном случае я просто показываю тема мастер-класса совсем совсем другая моя задача просто показать что шапку сшить связать очень быстро очень просто из того что у вас есть под рукой и вязать можно не только снизу вверх но и сверху вниз и сбоку и как как угодно всякие всякие способы и каждый способ для своего случая вот в данном случае мы вязали сверху вниз исключительно потому что не знали сколько у нас пряжи для того чтобы ничего не высчитывать не рассчитывать и вязать как свяжется вот так вот это и делается сверху вниз быстрая 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 просто нереально быстрая шляпка вы сами видите сколько времени у меня заняло но на ребенку уйдет в два раза больше пряжи но времени в два раза больше не уйдет само собой потому что машинке без разницы 20 петель я провязала или 120 один ряд у вас так и будет одним рядом у вас единственно что будет подлиннее вот это прямое полотно связано все остальное как шло у меня такое у вас будет так вот быстрая шапочка образа нитки закрепляем убираем ничего не оставляем вот так вот висеть и меряем на модель собственно самая элементарная самая простенькая шапочка у нас готова смотрим что у нас получается вот мы на нашего кукленка ребенка связали очень быструю очень простую шапочку если надо срочно идти на улицу срочно идти гулять вполне можно это сделать и пока ребенок играет в футбол во дворе бегает или занят чем-то еще пошло на какие-то занятия вы можете со спокойной совестью абсолютно не торопясь связать ему полноценную нормальную красивую шапку вот эта шапка быстрая для того чтобы через час пойти на улицу видите вот все очень просто мы со своей задачей справились это какая у нас красота получилась и и и и